Добрый день, меня зовут Никита, и меня попросили рассказать про проекты нашей компании, успешные, неуспешные, и наверное начать стоит вот с нашего основного проекта, это большой веб-разработчик NIMAX, комплексное диджитал агентство, и это наш основной проект, который мы развиваем уже 17 лет, с 1999 года, мне самому иногда сложно в это поверить, и это история про терпение и настойчивость в первую очередь. NIMAX это Никита и Максим, я Никита, и вот там на фотографии можно увидеть Максима, моего основного компаньона. Кроме вот этого успешного основного проекта, были несколько попыток запуска дополнительных направлений, которые у нас пошли не очень хорошо, и в итоге были закрыты, либо проданы. Так, ну начнем вот с этого проекта. Я думаю, в каждой компании рано или поздно появляются идеи запустить какое-то направление в более высоком или в более низком ценовом диапазоне. У нас тоже была такая идея, дизайн студии, артиллерия, запускали мы этот проект очень давно, около 10 лет назад, и он был прибылен, относительно успешен, но как раз к кризису 2008 года им в голову пришла идея стать, перейти в такой высокий, совсем высокий ценовой диапазон и заняться высоким дизайном. Пришел кризис, и все вот это неудачное совпадение привело к тому, что компания была закрыта. Еще одна интересная попытка, необычная для цифровой компании, мы пытались запустить маленький детский садик, центр дошкольного развития. И вот выглядел он примерно вот так, стилистически абсолютно не соответствовал нашей компании, нашей специализации на дизайне, но тем не менее, запущен был, мы инвестировали в этот проект, должна была получиться большая сеть детских садов, но, к сожалению, наши партнеры, которые занимались управлением, не справились с этим проектом сами, мы не захотели брать на себя ответственность за маленьких детей, это большая ответственность, и проект был продан. В какой-то форме он работает и сейчас, но я уже ничего про него не знаю. Еще один проект, относительно свежий, это магазин готовых брендов. Очень простая идея, для новых компаний, частных предпринимателей, это возможность купить логотип, название и заранее выкупленный домен одним комплектом. Этот проект запустился довольно успешно, в нем было довольно много продаж, но в итоге он не показал нужного нам соотношения затрат на него и выхлопа, оказался не очень перспективен. Мы его свернули. Несмотря на то, что мы его свернули, до сих пор постоянно приходят заказы от тех, кто хотел там что-то приобрести. Были несколько таких фальшстартов. Проекты, которые даже сложно назвать проектами, которые мы начали, но закончились они ничем. Например, у нас была своя собственная система, своя собственная CMS. У нее даже был отдельный сайт, она продавалась отдельно, но потом Bittrex победил. Было несколько попыток запустить еще одно отдельное направление по интернет-рекламе, еще одна дизайн-студия, которая продавала шаблоны. В общем-то 17 лет – это достаточно большой срок, чтобы провести несколько не очень удачных экспериментов. Какие проекты, какие были основные ошибки в этих проектах, почему они не удались? Ну, во-первых, это идея запускать каждый проект под отдельным брендом. Она странная, чуть попозже я расскажу, что с ней не так. Все эти проекты, они изначально запускались как побочные проекты. Знаете, сейчас есть такое даже название специальное для таких ситуаций – сайт-проекты. Вот сайт-проекты – это практически гарантированный факап. У нас не было достаточного опыта в предпринимательстве, в управлении, и мы зачастую доверяли вот эти новые проекты таким же не очень опытным, как и мы, предпринимателям, еще менее опытным. Ну и самое главное – слишком многие из этих проектов мы пытались открывать без бюджета, либо с минимальными инвестициями. Ну, на самом деле так не бывает, и это тоже довольно такой типовой ошибка. И несколько проектов удачных, которые случились и работают по сей день. Во-первых, это наше направление, которое занимается созданием брендов для клиентов, фирменных стилей, логотипов. Это довольно большая команда, им уже несколько лет, и в портфолио этого направления собрано довольно много уже крупных брендов и крупных проектов, и отличаются они, наверное, от всех других наших направлений тем, что наиболее титулованные команды. У них очень много российских, международных наград, ребята постоянно выигрывают всевозможные конкурсы. Ну, вы уже поняли, что тут что-то не так с… Еще одно направление. Это рекламное направление. Веб-студия без рекламы – это такая конструкция, которая не отгружает клиентам финальный результат, который им нужен. Продажи, лиды и, ну, собственно, прибыль. Да, у нас есть направление интернет-маркетинга, которое тоже выделено в отдельную компанию под брендом TopRide. И у них тоже свой собственный пул довольно крупных клиентов и на данный момент оборот, который, в принципе, уже вполне себе даже, наверное, больше, чем у базового направления. Еще один проект, который, он у нас такой не… В общем, его задача – поставлять нам клиентов. Сам по себе он не зарабатывает. Это контентный проект про интернет-маркетинг, на котором мы рассказываем, как все это устроено клиентам. И оттуда, соответственно, получаем… Происходит косвенная монетизация этого проекта через привлеченных клиентов во все другие направления. Есть еще один проект, который мы начали в этом году. Это видеопроизводство. Мы его тоже запустили как отдельную компанию Cameron.ru и планировали делать видеоролики для интернета. В основном для использования на сайтах, в контент-маркетинге. И проект был довольно-таки успешен. Оказалось, что рынок значительно менее конкурентный, чем то, к чему мы привыкли в веб-разработке, в интернет-маркетинге. Но вовремя трансформирован во внутренний отдел компании NIMOX. И вот про это будет, наверное, следующая часть моего рассказа. Потому что после запуска вот этого четвертого активного проекта мы задумались, стоп, а что мы делаем? У нас 50 человек в компании, это не так уж много в штате. И при этом у нас уже 5 брендов. Это странно, так не бывает. И мы стали вспоминать некоторых наших коллег по отрасли и клиентов, которые много-много всего поджигают, но потом им сложно все это поддерживать. И начинается коллапс, невыполнение обязательств, хаос. И мы начали анализировать, что, собственно говоря, происходит. Ну, во-первых, вот плюсы множественных брендов, направлений у одной компании. Ну, это быстрый запуск чего-то нового. Всеобщая эйфория, мотивация руководителей этих направлений, мотивация сотрудников. Очень высокая специализация каждого направления на определенные услуги. Что нравится клиентам, помогает продавать. Раздельный учет и финансы. Об этом уже вот упоминали коллеги из Тринета. Когда это вечная беда студии агентств, общий котел, в который сваливаются все. Ну, в принципе, это беда многих компаний, когда все финансы в одном котле, да, и потом непонятно, где что произошло. В нашем случае это все полностью разделено на отдельные юрлицы. Это позволяет очень легко понимать, где утечки, где какие-то дыры, пробои, невыгодные клиенты и так далее. Ну, и, конечно, пиар. Запуск каждого такого проекта – это очень большой такой пиар-сплеск. Это приятно. Есть и минусы очень существенные. Ну, во-первых, это хаос на комплексных проектов. Если приходит клиент, которому нужно несколько услуг, непонятно даже, как продавать от лица разных компаний. Начинается хаос. Менеджеры продаж не понимают, что со всем этим делать. Что говорить по телефону, куда вот звонят и что происходит. Есть некоторое количество общих этапов. Например, мы – компания, которая всегда старается работать, в том числе и на уровне стратегии. Но если у клиента три раза разные отделы спрашивают, просят описать его целевую аудиторию и задать специальные вопросы, которые нужны именно для работы над конкретной услугой, например, там, над видеороликом или над интернет-маркетингом, это злит клиентов. Раздробленность коллектива. Когда есть вот такие изолированные, но при этом вот очень дружные команды, они неминуемо начинают между друг с другом как-то не очень хорошо иногда взаимодействовать. Это плохо. Высокие затраты на поддержку таких систем. Ну, в нашем случае, например, это пять сайтов на русском языке, три или четыре сайта на английском языке, 17 пабликов в социальных сетях, и, в общем, все это превращается в какой-то ад. Накапливается усталость и довольно быстро появляется вот этот эффект, что очень легко что-то строить, но очень тяжело это поддерживать в должном работоспособном состоянии. После вот третьего бренда, собственно, вот получился некоторый тупик и остановка в развитии. Мы решили все упростить. Упростить жизнь мне, руководителям отделов, направлений и сделать такую классическую систему зонтичного бренда. Ну, тут можно посмотреть, что вот слева столбик того, что у нас уже есть, справа то, что мы отстраиваем сейчас. Направление стратегии, поддержки, видеонаправления. В общем, вот в ближайшее время мы придем к такой конфигурации. Какие плюсы у такой системы? Ну, во-первых, мы называем это агентство версии 3.0. Это одна точка приложения всех усилий. Один входной бренд и дальше зонтик. Зонтичный бренд обладает таким свойством модульности. Можно быстро что-то подключать, отключать. Можно начинать каждое новое направление с поддержки, а не с разворачивания новой компании. Потому что вот есть энергия основного бренда, ее можно использовать. Снижается вся непрофильная нагрузка с руководителя отделов, с этих направлений. Например, им не нужно больше продвигать свое направление, потому что пиар централизован. Ну и так далее. Разные общие институты. Ну и, конечно, а, ну да, синергия пиар и маркетинга. Я об этом уже сказал. Что мы хотим получить от этой системы? И что должно получиться в итоге? Ну, во-первых, получить антихрупкость. Систему, которую можно модифицировать, менять под ситуацию на рынке. Например, приходит кризис, обваливается какая-то часть нашего рынка, мы спокойно отключаем парочку модулей. Или, например, мир изменился, и для него нужен контент, допустим, а не сайты. В смысле, нужен контент для сайтов, а не сами сайты. Предположим, мы запускаем видеонаправление. Или, например, клиентам менее интересны почему-то перформанс-инструменты, более интересны пиар-инструменты. Мы подключаем пиар-направление и так далее. Прототип этой системы уже собран на nimax.pro. Можно посмотреть, это сейчас приоритетная, англоязычная версия наших сайтов. Это приоритетное для нас направление. Чуть позже будет распространено на всю нашу систему. На этом все. Спасибо. 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 Спасибо.